Разбой в Мелитополе, взлом квартиры и прямой рейс с Донбасса в Кирилловку. Об этих и других событиях в городе и области далее коротко. Несовершеннолетний воровал кабели из колодца. Когда прибыла полиция, бросился убегать с ними в руках. На место происшествия вызвана мать задержанного. Оба доставлены в Шевченковский отдел полиции. По улице Тбилисской двое неизвестных пытались взломать двери в квартиру. В ходе отработки близлежащих улиц на конечной остановке 14-го троллейбуса обнаружили двух мужчин, на которых указал заявитель. Оба задержанных ранее неоднократно привлекались за кражи и наркотики. На улице Чумаченко сын закрыл мать в квартире и вместе с племянником начал варить наркотики. Прибыв на место, полицейские обнаружили двух мужчин, шприц с веществом коричневого цвета, пять ампул, мак и траву. Разбойное нападение в Мелитополе. Четверо неизвестных в масках на автомобильной стоянке на улице Бри в Лагоярд, угрожая автоматами, насильно посадили в ФИАД двух мужчин и уехали в неизвестном направлении. Жертвами нападения стали местный частный предприниматель 62-го года рождения и нигде не работающий мужчина 63-го года рождения. У них отобрали пакет, в котором находились более 160 тысяч гривен и 2200 долларов США, а также ключи от автомобиля и документы. После этого связанных скотчем мужчин оставили на пустыре. Из зоны АТО в Кирилловку начал ходить прямой рейс. Автобус Бахмут-Кирилловка прибывает раз в два дня. Стоимость проезда 421 гривна. На 17-м микрорайоне Бабурки вдоль дороги появился баннер с обращением к виновнику ДТП. Транспарант висит прямо на остановке общественного транспорта.